всем привет с вами снова из добро пожаловаться на канал взоробетов и мобильных устройств и сегодня герой распаковки телефон от компании xiaomi xiaomi redmi note 3 версия про ну вы наверное сейчас скажете эй зачем ты показываешь это старье мы все это уже давным-давно видели телефона уже практически полгода зачем нам про него рассказывать но друзья многие из вас не гонятся за новинками а предпочитают выбирать телефон скажем так не глазами да а здравым смыслом и сейчас вот именно сейчас данный телефон это ну наиболее актуально и выгодная покупка которую вы можете себе позволить там до 9 10 тысяч рублей до пускай у компании xiaomi сейчас засилие новых моделей вышла redmi note 4 версия вышел redmi pro куча всяких redmi 3s 3x и так далее и так далее и так далее но вспомните буквально каких-то там несколько месяцев назад данный телефон в 16 гиговой версии продавали у нас за 12 13 тысяч рублей а 32 гиговую версию умудряли за 15 16 сейчас же версия на 16 гигов а именно такая у меня сегодня на обзоре распаковки стоит в россии да даже не нужно нигде заказывать восемь с половиной тысяч рублей на минуточку это телефон который обладает шикарный 16 мегапиксельной камерой с небольшими твиками и ухищрениями она может снимать 4к видео здесь стоит snapdragon 650 до даже по нынешним меркам довольно мощный процессор ребята ну за восемь с половиной тысяч рублей получить телефон с full hd экраном причем достаточно хорошим full hd экраном с прекрасной камерой с сенсором отпечатка пальцев на 650 снэпе ну это подарок ребят это действительно подарок поэтому конечно многие гики твики и различные фрики гонятся за тем чтобы приобретать все самое новое самое свежее я наверное все таки конечно тоже отношусь к этой когорте людей да не буду лукавить но я просто не мог отказать в удовольствии приобрести для коллекции эту версию за какие-то восемь с половиной тысяч рублей вот смотрите ребята это вот ну как бы для сравнения это у нас обычный redmi 3 это у нас redmi 3s вот и собственно говоря визуально да они очень похожи но они все три телефончика золотистых естественно но вот как бы преемственность сразу же видна и чувствуется вот поэтому собственно говоря я и хотел наверное в распаковке больше даже не то что показать сам телефон наверняка вы видели уже кучу обзоров реально проагитировать вас ну это сейчас действительно очень и очень актуальная покупка ну в любом случае так как это распаковка давайте ее произведем собственно говоря как и у всех телефончиков последних сяоми коробочка стандартная на стандартное наполнение здесь мы видим всякие бумажки на китайском тут куча всякой всячины различных хламчик нам не нужны мы это все убираем зарядочка ну у меня версия для китайского рынка вот соответственно вот такая вот китайская зарядка нужен переходничок ну и собственно говоря проводочек гарнитуру у компании сяоми не кладет никогда в комплект но повторюсь наверное людям которые привыкли слушать хорошую музыку это не нужно у них есть свои гарнитуру вот а телефона от компании сяоми позволяет слушать музыку действительно хорошем качестве здесь очень хорошие настройки есть особенно для фирменных ушей вот ну внешне что сказать несмотря на свои пять с половиной дюймов и железный корпус телефон довольно легкий сто семьдесят по моему четыре грамма учитывая то что здесь батарейка на четыре тысячи миллиампер это в принципе достаточно хороший показатель ну скажем так стандартный то есть он не выглядит тяжеловесно вернее не ощущается тяжеловесно и не выглядит каким-то великаном хотя рамочки по нынешним временам до у многих моделей уже поменьше но опять-таки ребят что вы хотите за восемь с половиной тысяч рублей здесь наклеена вот такой вот матовая транспортировочная пленка сзади тоже вот пленочка такая закрывающая камеру ну и по стандартным у нас кнопочкам все на прежних местах кнопка включения кнопки регулировки громкости у нас находится на правой грани налево у нас совмещенный лоточек либо две симки микросим и наносим либо одна симка и sd-шка снизу мы видим микро usb для зарядки синхронизации и микрофон сверху у нас инфракрасный порт можно использовать телефон как пульт д.у. еще один микрофон для шумоподавления три с половиной миллиметров а под наушники камера здесь на 16 мегапикселей с достаточно неплохим сенсором и двойная вспышка но опять же таки уже всем нам знакомый на тыльной стороне сканер отпечатка пальцев который который работает очень и очень хорошо и я привык к нему на redmi 3s будем надеяться что здесь он работает также шустро и также быстро ну и на лицевой стороне ничего необычного все стандартно вот здесь сенсорные скажем так кнопочки меню возврата да и последних приложений запущенных динамик датчики приближения света и фронталка на 5 мегапикселей ну что друзья давайте я сейчас включу телефон и мы продолжим что друзья на первое включение я произвел давайте посмотрим что здесь у нас установлено у нас здесь и седьмая глобальная 7 3 7 на андроиде 5 1 1 но здесь собственно говоря все стандартно ничего необычного но вот здесь единственное установлены какие-то доп софт но это вполне возможно что устанавливали уже товарищи которые прошивали телефон на глобалку google сервиса здесь установлены собственно говоря все вполне стандартно давайте послушаем максимальную громкость быстренько так здесь у нас пленка естественно ее нужно отклеить я чувствую что то звук мне не нравится так ну традиционно довольно таки громкий динамик в принципе и в версии redmi 3s мне он нравился довольно звонкий и не дребезжащий вот поэтому я думаю что здесь тоже никаких проблем не будет ну и давайте по традиции сделаем фото коробочки витаминок в этот раз посмотрим что у нас получится скрутиночка довольно неплохо отработал несмотря на искусственное освещение некая зернистость которую видите это пленка на экране я ее сниму чуть позже чтобы сразу наклеить сюда защитное стеклышко которое тоже приобрел ну в принципе довольно скажем так ожидаемый результат что здесь у нас по качеству фото ну вот надо поставить естественно высокое так здесь дальнейшие настройки мы уже позже произведем так это у нас видео давайте посмотрим что здесь у нас есть так качество видео hd и full hd вот таким вот образом ну что друзья короткая быстрая распаковка вот телефон визуально нравится но опять таки я в последнее время активно пользуюсь телефона от сяоми поэтому мне вообще вот как бы очень нравится эта линейка и редми обычный редми про вот редми ноут про так что здесь без сюрпризов ну что друзья спасибо за внимание с вами был айс в скором времени будет полноценный обзор так что оставайтесь на канале подписывайтесь ставьте лайк всем пока а